Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, недавно депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов вновь посетил Нагорно-Карабахский регион, или, как его называют армяне, Республику Арцах, которую за 30 лет оккупации не признала ни одна страна мира, включая саму Армению. Напомню, что Виталий Милонов неоднократно посещал Нагорно-Карабахский регион, как после окончания боевых действий, так и до начала боевых действий. Он неоднократно в своих заявлениях назвал данный регион Республикой Арцах, которую, как я говорил выше, не признала ни одна страна мира. После окончания боевых действий он также посещал Нагорно-Карабахский регион и посмел назвать азербайджанцев свиньями. На протест об его подобном заявлении он заявил, что свиньями называет тех людей, которые надругались над армянскими церквями и могилами. И, разумеется, он не стал говорить о том, что в Нагорно-Карабахском регионе не осталось ни одной целой мечети. Ведь в мечетях армянские сепаратисты держали даже свиней, коров, животных, навозы этих животных. А в самом центре города Баку стоит армянская апостольская церковь, которая в любой момент вновь готова к богослужению. В настоящий момент в данной церкви хранятся армянские книги на армянском языке 18-19 века. Виталий Милонов неоднократно в своих заявлениях поддерживал армянскую сторону. Видимо, он считает, что он армянам очень сильно нужен. Виталий Валентинович, поверьте, вы армянам не нужны. И если вы считаете, что вы этим самым делаете хорошее армянской стороне, то вы ошибаетесь. Здравомыслящим людям, как с армянской, так и с азербайджанской стороны, в настоящее время хочется надеяться и верить, что скоро будет мир. Недавно руководители Азербайджана и Армении практически подписали мирный договор. Армения почти что уже признала территориальную целостность Азербайджана. Скоро откроется Зенгиазурский коридор. И у Армении появилась возможность выйти из блокады. Если на протяжении 30 лет Армения находилась в блокаде, и каждый год страну покидали как минимум несколько десятков тысяч человек, то у них появилась возможность не покидать свою страну, а наоборот оставаться в своей стране. И возможно, что кто-то вернется в свою страну. Ведь если они выйдут из блокады, они начнут зарабатывать, у них начнет развиваться экономика. А для этого все, что им нужно, это налаживать отношения с Азербайджаном. А вас просто используют провокаторы, представители диаспоры. Видимо, вас подогревают хорошенько, раз вы так усердно их защищаете. Но вы не понимаете одного, что даже если вы им нужны, то вы им нужны временно. Вы этим самым портите отношения Азербайджана и Российской Федерации. Ведь вы же являетесь депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Негласным руководителем этой фракции является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который неоднократно делал заявление, что Карабах – это территория Азербайджанской Республики. Но, видимо, для вас позиция вашего же президента никакого значения не имеет. Позиция Российской Федерации в данном вопросе для вас никакого значения не имеет. Скорее всего, вам нужно быть депутатом не российского, а армянского парламента. Хотя даже армянские депутаты уже не посещают Нагорно-Карабахский регион. Ну, по крайней мере, без разрешения Баку они его точно уже не посещают. Хотя им нет необходимости его посещать. Виталий Валентинович, займитесь-ка лучше своими непосредственными делами. Я не думаю, что ваши избиратели вас избирали для того, чтобы вы портили отношения Российской Федерации с Азербайджаном. Вы самый, что и на есть, обычный провокатор. Вам не место ни в парламенте, да и вообще среди людей вам места нет. Если у вас так горела душа за то, что в Нагорном Карабахе якобы церкви находятся в плохом состоянии и это вандализм, то вы также должны были обратить внимание на то, что и в мечети находились и находятся в ужасном состоянии. Ведь, как говорится, если ты любишь свою религию, это не говорит о том, что ты чем-то должен принижать другие религии. Каждый человек должен проявлять максимальное уважение как к своей, так и к другим религиям мира. Потому что все мы ходим под одним Богом. Независимо от своего национального и религиозного происхождения, каждый человек должен оставаться человеком. Хотя, видимо, вам этого понять не суждено. Но жалко, что в российском парламенте есть такие люди, как вы. Вам там не место. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.